Пец Витас после продолжительных гастролей в странах Азии прибыл в родные пенаты окольными путями, через Амстердам. Что он искал в краю далёком, вы узнаете из первых уст. Берегитесь китайцев в дары приносящих. Напомню, что подарочек от китайского фан-клуба в виде портрета Витаса, вышитого золотыми нитями, обошёлся белорусскому ихтиандру в 10 тысяч долларов штрафа. А теперь певца и его продюсера Сергея Пудовкина повязали бравые таможенники города Амстердама, приняв гастролирующую парочку за контрабандистов. А таможенники сказали, надо было правильно декларировать. Пройдёмте. А там хороший обезьянник, пришлось, да, но этот обезьянник как наша комфортабельная гостиница. Белые стены, красивый телевизор, вкусное питание. Затем выяснилось, что предприимчивые российские гастролеры провозили кое-что поинтереснее, мало похожее на подарки почитателей сомнительного таланта Витаса. Действительно была такая ситуация. Я, Витас, слава богу, не сидел, ни, как же это, не чалился. Я в этом смысле попал, просидел в Амстердаме в общей сложности 48 часов за неправильно декларируемый товар при провозе через границу. Неизвестно, кто больше потерял. Голландцы, слух которых как-то не терзает русские сирены, или наши незадачливые артисты, оставшиеся и без картины, и без товара, и без качественного оттяга. Между тем, Витасу продолжают делать весьма странные и даже провокационные подношения. Там даже пень из дерева стоит, который олицетворяет Витаса. Певец правильно истолковал на ногу и начал активно изучать языки, чтобы доказать окружающим, что он не дерево. Первой жертвой артиста стал китайский язык.